В 1969 году я родился в Донецке и прожил здесь где-то лет до 18, может до 17. И уехал потом учиться в Петербург, потом оттуда за границей, потом опять Петербург, Москву, ну вот так, и уже, к сожалению, не вернулся. То есть я здесь сейчас, по сути дела, не был в Донецке 23 года. Вот сейчас я приехал, я хожу по улицам родного города и вспоминаю, как я около Донецкого политехнического института там гулял в этом парке, где там росли каштаны, где мы эти каштаны срывали и бросались. Гулял по улице Артема, около библиотеки Микруска. Для меня это, конечно, удивительное ощущение ностальгии. Юрий Кормушин – известный мастер рукопашного боя, эксперт в области безопасности, популярный телеведущий, актер и журналист. Автор множества статей и нескольких книг, посвященных самообороне и безопасности. Юрий Кормушин более 25 лет занимается боевыми искусствами. Изучает различные стили единоборств, исследует все аспекты, связанные с безопасностью в современной жизни. Ведет активную преподавательскую деятельность, проводит семинары и мастер-классы по технике боевых искусств и самообороне. Снимается в кино, занимается постановкой трюков и боевых сцен. Знаете, какая штука? Я учился в музыке, я был музыкантом. Так как я гинастийный музыкант, у меня дед Николай Иванович Кормушин, он в мире музыкантов очень известен, донецких особенно. Потому что он, будем так говорить, один из корифеев донецкого джаза здесь. И о нем очень многие знают и в музыкальном училище, и вот в консерватории, которая здесь существует. Очень многие музыканты знают, если они нас слышат. И у меня не было выбора, я пошел по стопам деда. Но дед очень увлекался боксом с самой своей юности. И он не приучал к единоборствам и боевым искусствам. Потом я увлекся восточным единоборствам. То есть музыка и восточные или боевые искусства, они шли всегда параллельно. И в какой-то момент, когда 90-е годы, лихие 90-е, музыканты были не востребованы, не так вышло. Боевые искусства стали для меня профессией, а музыка осталась хобби. И вот на моей странице в Facebook, там есть кусочек, даже можно взять видео, где... Вы можете посмотреть, как я играл когда-то на музыкальном инструменте. Я думаю, будет вам интересно. Да, уехал как музыкант, но там я повстречал очень многих интересных мастеров, познакомился и продолжал заниматься боевым искусством параллельно. Это было не так просто, но это было очень интересно и увлекательно. Это две такие интересные, якобы противоположные области, на самом деле, они очень похожи. Нет, вначале меня отдали здесь. Это вот если спуститься немного от консерватории вниз, там есть школа «Динамо». Я там начинал заниматься дзюдо и самбо. Потом, как называется, бокс, потом карате, потом уехал в Петербург, в Тип-Вандо, потом познакомился с другими стилями. И я такой собиратель, я исследователь боевых искусств. Я достигаю определенного уровня в определенном стиле и как бы коллекционирую его, выбираю технику и иду дальше, дальше, дальше. Я пытаюсь полностью познать до конца систему для того, чтобы быть в ней профессионалом, чтобы я мог говорить об этом авторитетно. И так как я ее узнаю, я потом смотрю, дальше перехожу уже к другой системе, одновременно практикую эту систему, если она мне интересна. Это так. Вы знаете, то же самое, как сложно переключаться с одного языка на другой. Вот, допустим, я знаю английский язык, знаю польский язык, знаю украинский язык. От украинского на польский переключиться очень легко. А вот уже с польского на английский уже сложно, да? Все дело в трудолюбии. И, кроме всего прочего, человек – это такая, будем так говорить, биологическая машина, что он может научиться всему, было бы желание. И поэтому, когда ты привык делать одни движения, но учишься другим движениям, ты просто приобретаешь еще один навык. И этих навыков может быть очень много. Пример – танцоры. Точно так же есть танцоры, которые владеют разными видами танцев, от народных до классических. А есть, которые танцуют только в песне. Пример – музыканты, которые могут играть в джаз, а могут играть в классику. А некоторые остаются только в джазе. Поэтому все зависит от желания, от трудолюбия, от интереса. На самом деле, интерес правит всем. Если вам интересно, вы будете осваивать. Мне интересен был экстремальный условий и ситуации реального рукопашного боя на улице. И уже во вторую очередь, когда появились смешанные единоборства, когда можно было применять уже все, мне интересен уже стал и турнирный бой в этом отношении с некоторыми ограничениями. Но в первую очередь, я все равно рассматриваю экстремальные условия. Поэтому вот ту систему, которую я практикую сейчас и которая постоянно пополняется, я ее сам для себя называю экстремальной системой рукопашного боя и самообороны. Так, есть по-английски экстремфайтинг. Почему? Потому что слово «экстремальный» означает «крайний», «предельный». То есть, когда вы выходите на улицу, у вас нет ограничений. И вы должны соответствовать ситуации. А ситуация год от года меняется. Экстрим, который был, извините, в 2017 году, совсем другой экстрем сейчас. Но эти же навыки, они могут пригодиться и ребятам на турнирах. Вот, допустим, есть такая техника штурмовой атаки, которую я практикую. Она очень здорово приветствуется боксерами и смешанными бойцами, которые работают в ММА. Вы знаете, в зависимости от их желания. То есть, я не работаю у них, но довольно часто мы встречаемся. Я приезжаю в части, оперативные части, и провожу там семинары, показываю им, что им может быть интересно. И они весьма с благосклонностью на это реагируют, на самом деле. Может быть, в Донецке это тоже получится. Потому что интерес к этому есть, объясню почему. Дело в том, что рукопашный бой как в армии, так и в полиции, да, раньше в милиции, он носит очень неорганизованный характер. То есть, там от инструктора зависит все. То есть, если инструктор был борец, он учит борьбе. Но нормативы сдают по старым приемам самбо. Ну, крайне в России, в школах милиции так называемых, да, те приемы, которые, в принципе, уже очень-очень многие отжили свое. Мир-то развивается. Ну, пример. Раньше, когда приемы самбо создавались, они создавались, допустим, против револьвера. Но никак не против пистолетов, в которые входит затворная рама. То есть, это важно. Револьвер не так легко нажать на спусковой крючок. Сегодняшний современный пистолет очень легко. То есть, усилия другие. То есть, скорострельность увеличилась. Опыт нападающих увеличился. Опыт вновь. Вот в чем дело. Нужно быть современным. Но, к сожалению, громоздкие системы, вот там, управления внутренней, делаются очень часто, но и не до того. Когда угрожают оружием, то это чаще всего означает, что нужно выбирать. Рисковать жизнью и защищаться, или уповать на милость преступника и не сопротивляться. Каким должен быть выбор? Это определяется множеством обстоятельств. И не последнюю роль здесь играет знание приемов самообороны. Как защититься от огнестрельного оружия? Можно ли преодолеть страх перед смертельной угрозой? Какие шансы на спасение дает знание приемов самообороны? Вопрос угрозы оружием настолько серьезен, что ни один эксперт не осмелится предложить гарантированный способ защиты. Но все специалисты едины в одном. Знать приемы обезоруживания необходимо. Основной принцип обезоруживания заключается в самой конструкции пистолета. Остается лишь ее использовать. Смотрите, если пистолет прихватить вот так и резко повернуть, направляя дуло на нападающего, то удержать оружие в руках практически невозможно. Этот принцип обезоруживания используется практически во всех современных системах рукопашного боя. Значит, он должен сработать и в самозащите. В современном мире существует множество боевых армейских систем, которые уделяют особое внимание приемам защиты против огнестрельного и холодного оружия. По сути, в каждой цивилизованной стране в национальной армии практикуется своя система рукопашного боя. И хотя своими секретами армейские специалисты, как правило, делятся неохотно, все-таки некоторые приемы становятся достоянием общественности и используются в гражданской самообороне. Одна важная деталь. Прихватывая руку с пистолетом, необходимо большим пальцем прижать вот эту часть, чтобы выстрел невозможно было произвести. Вот так. Если пренебрегать этим правилом, то, прихватив пистолет, при случайном выстреле, вот этой частью можно серьезно травмировать руку. Точно так же необходимо действовать, если эта часть вот в таком положении. Большой палец кладется вот сюда, и выстрел невозможен. Важный момент. Современные эксперты считают ошибкой в приемах обезоруживания прихватывать, наносить удары, и потом только забирать пистолет. Все дело в том, что вооруженный человек сразу будет бороться за свое оружие. Смотрите, я начинаю наносить удары, он вырывает пистолет и стреляет. То же самое, если я бью ногой в пах. Смотрите. Человек вырывает оружие и стреляет. Поэтому современная концепция предполагает немедленную борьбу за оружие. Теперь давайте посмотрим, как можно рационально действовать в ситуациях реальность на обороне. Если вам угрожают оружие, и вы можете расстаться с деньгами и ценными вещами, которые имеются при себе, то без колебаний отдайте преступнику то, что он требует. Не стоит рисковать жизнью из-за того, что можно безболезненно потерять. Но, к сожалению, может так случиться, что подчиниться преступнику не представляется возможным, и необходимо сопротивляться. Поднимите руки так, чтобы они располагались как можно ближе к пистолету. Если необходимо, даже сделайте шаг навстречу. Полностью делайте вид, что и не думаете защищаться. Резко уклонитесь в сторону и хватайте вооруженную руку. Другой рукой схватите пистолет сверху и вращательным движением вырываете оружие из рук нападающих. Затем нужно обязательно отскочить назад, чтобы преступник не мог приблизиться и начать борьбу за оружие. Помните о том, что нужно заблокировать курок пистолета, чтобы не произошло случайного выстрела. Итак, вы узнали еще один секрет защиты. Попробуйте освоить эти приемы. Единственное, учитывайте, угроза жизни при сопротивлении вооруженному преступнику настолько велика, что стоит хорошо взвесить все свои действия. И все же, как бы ни сложились обстоятельства, помните, никто не сможет защитить вас лучше, чем вы сами. У меня есть возможность путешествовать по миру, знакомиться с системами спецслужб и спецназа разных стран мира. Это Франция, Германия, Израиль, то есть отчасти Америки. И смотреть, какие наработки есть у них. Сравнивать их, проверять их на себе. И либо модернизировать, либо оставлять такими, как и у меня есть. Это глупость. То есть те люди, которые говорят о том, что невозможно научиться по видео, они не правы, потому что все каратисты советских времен, и в том числе в Донецке, учились по книжкам вообще, у них не было даже видео. Они получали книжки и пытались что-то там копировать. И в общем-то у них сносно получалось. Конечно, не так, как у японцев, но японцев все равно победили в любом случае. Понимаете? То есть, опять-таки, все зависит от старания, от терпения. Видео, оно раскрывает совершенно удивительные возможности. Ты можешь видео посмотреть на покадровом воспроизведении. Ты можешь повторить. Ты можешь в конце концов позвонить или написать по e-mail мастеру и спросить у него какого-то совета. У меня на моем сайте, в блоге около 5000 подписчиков. То есть постоянных людей, которые мне пишут, и это количество увеличивается, занимаясь по моим видеокурсам, спрашивают, как делать те или иные вещи. Я им отвечаю на сколько это возможно. Если вопросы группируются в какую-то группу, я буквально делаю сразу же видеокаст. Я считаю так, что если условия, будем так говорить, условия ситуации самообороны диктуют оставаться в схватке и пытаться отстоять свою честь, достоинство, здоровье, вы должны это делать. Если конфликт настолько глупый, настолько безрассудный, ну как я не знаю, там, ругательство в очереди, да, допустим, или конфликт на дороге, то смысл размахивать биты, стрелять из травматического пистолета нет никакого. Нужно уходить от конфликта. Потому что на самом деле нашему человеку, нашему я говорю человеку не только в России, но и в СНГ, да, и в Украине в том числе, угрожает не только уличная конфликтная ситуация, но и закон. Закон, что в России, что в Украине один и тот же. Если ты начинаешь применять приемы самообороны, очень часто суд становится на сторону потерпевшего, понимаете? То есть, ну никак не тебя. И есть такая проблема, что если ты начинаешь применять приемы самообороны и, предположим, калечишь нападающего, или уж, не дай бог, убиваешь, то у тебя обязательно должны быть телесные повреждения. Если у тебя их нет, то тебя априори считают виновным. Буквально недавно, сейчас очень много случаев на эту тему. Я уверен, что в Украине здесь та же самая ситуация. Поэтому самообороны и боевые искусства – это совершенно разные вещи. Самообороны – это главное выжить, уйти от конфликта, прекратить конфликт. А боевые искусства – это победить в конфликте. Чувствуете разницу, да? Это отражается и на технике. То есть, пример. Если в самообороне важно закрыться от удара, отвернуться и убежать, то в боевых искусствах, единоборствах, нужно закрыться от удара и атаковать самому. В самообороне атака предполагает, опять-таки, прекращение конфликта. Я должен атаковать для того, чтобы убежать, уйти, скрыться. И сегодня, вот, может быть, это, я не знаю, против закона, я не знаю, как угодно, но зачем разбираться с законом, если можно уйти от конфликта? Даже нанес удар нападающим и ушел, чтобы не провоцировать дальше. Потому что мы же не знаем, как будет развиваться дальше событие. Более того, в Украине распространено травматическое оружие. К сожалению, проблема в том, что сегодня травматическое оружие стало не только оружием самообороны, но и оружием нападения. И в любой конфликтной дороге выхватывается травматический пистолет, начинается стрельба. Так вот, человеку нужно уметь уже теперь противостоять и травматическому оружию. То есть знать, как выбивать пистолеты, как уходить от выстрелов. Тонкости этих вещей нужно знать. Если вы этого не знаете, вы просто закрываетесь от реальности. И в то же время есть очень важный момент. Очень многие спрашивают, как так? Я буду думать о своей безопасности? Значит, я должен дергаться, шарахаться от каждого угла, пытаться там все время быть в наготове? Нет. В тех двух книгах, которые я написал, я четко даю определение. Правила самообороны и безопасности – это те же правила дорожного движения. Вы же не шарахаетесь, когда вы становитесь перед красным знаком светофона. Вы стоите спокойно. То же самое, если вы видите агрессию. Правила безопасности – это те же правила дорожного движения. А приемы самообороны – это те же правила и приемы вождения автомобиля. Когда вы начинаете водить автомобиль, как вы ездите? Вот такими поступательными движениями. То же самое, когда вы адаптируетесь к этим вещам, вы спокойно водите автомобиль. Но придерживайтесь правил дорожного движения. Та же самая аналогия с самообороной. Есть правила безопасности – это правила дорожного движения. Есть приемы самообороны – это приемы вождения автомобиля. По-моему, очень уместная аналогия. Вы понимаете, какая штука? Журналист, конечно, это опасная профессия, особенно если в обществе происходят какие-то противоборства, что ли, и журналист становится на сторону какой-то силы, и его начинают преследовать. Но я вам скажу так, что просто нужно иметь подготовку, интересоваться своей безопасностью, иметь оружие самообороны, уметь им пользоваться, предвосхищать события. Если вдруг ты чувствуешь, ведь, как правило, просто так не нападают. Действуют угрозы, идут в любом случае какие-то предупреждения. То есть человек, если он продолжает действовать в том же духе, он должен понять, что на него идет охота. Охота идет, значит, он в позиции жертвы. Что он должен сделать? Он должен уходить от этих охотников. Любыми путями. Собственными средствами безопасности, привлечением средств закона, привлечением каких-то сил, которые могут ему помочь спастись в этой ситуации. Мне могут возразить люди и сказать, что, типа, если человека решили наказать или, извините, там, ликвидировать, то он все равно будет ликвидирован. Да? Да, если уже человека заказали, то очень-очень тяжело уйти от исполнения этого заказа. Но, когда человек знает об этом, он должен предпринять все усилия для того, чтобы избежать, оттянуть время, привлечь свои силы на свою сторону, попытаться все-таки повернуть заказ спять. Очень в многих случаях это удается. Если человек закрывается от этого и говорит, а, будь что, будет, к сожалению, происходит очень драматически. Я хочу вас обрадовать. В этом году мы сняли фильм, где у меня главная роль, и этот четырехсерийный фильм, он будет называться, скорее всего, будет называться «Вне закона». Там были очень серьезные рукопашные схватки, я показывал самую разную технику, без разных спецэффектов. Я думаю, что он будет интересен, как только выйдет в прокат, или же выйдет в премьеру на каком-то канале. В любом случае, вполне вероятно, что это РЕН-ТВ и будет, а может быть, какой-то другой канал. Так вот, почему это происходит? Потому что сегодняшние боевики во многом напоминают цирковое представление. Начал это небезызвестный Джеки Чан, потом это все пошло, 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 вот там, по спирали вверх. И уже непонятно, кто там что делает. Летают на лонжах, перепрыгивают с крыши на крышу, то есть это очень странно, да? И актеры же этого не умерят. И поэтому вынуждены режиссеры пользоваться спецэффектами для того, чтобы как-то прикрыть неумение актеров работать в экшн-фильм. Для того, чтобы работать в экшн-фильм, нужно иметь хорошую подготовку. И ей нужно заниматься постоянно. Поэтому, если помните нашу молодость, да, когда были известны там актеры, там, ну, начиная от Брюса Ли, заканчивая там Чеком Норрисом, там, Лундгримом и так далее. То есть это старые добрые фильмы, где, в общем-то, были актеры-бойцы. Где ты верил, что этот человек дерется сам. А сегодня мы видим по-другому, когда идет актер вот с такой шейкой, вот с такими ручками, и вдруг он начинает отчаянно махать руками и ногами, кричать, дергаться и шипеть, да? И враги разлетаются в стороны. Мы ему не верим. Почему это порочная практика, на мой взгляд? Потому что, вот вы начинаете смотреть фильм. Вы, вас попытаются заставить поверить в эту историю. Вы начинаете верить. И вдруг главный герой, которого вы знаете спокойно, ведь информация в актерах, она открыта, что он там, допустим, не чурается алкоголя, да, что он ведет такое-то ображение. Вдруг это, 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 вы видите, что это герой, который размахивает руками и ногами, и все хорошо. Вы ему перестаете верить. Вы перестаете верить и в историю. Это очень плохо. В этом отношении американские актеры и западные актеры, они находятся в очень хорошей физической форме. Возьмите, возьмите там Стэдхэк, да, отличная физическая форма. Очень много, возьмите Том Круз, фильм «Последний самурай». Человек, там, чуть ли не год занимался японскими боевыми искусствами, кэндо, для того, чтобы как-то сыграть эту роль. И очень многие мастера видят, что он преуспел в этом. Чуть головы не дашь вас относил к этому фильму. Да, да, вот. Почему? Потому что есть возможность, есть индустрия. К сожалению, в российском кино, наверное, и в украинском точно так же. Ограниченность бюджетов, невозможность долгой подготовки вынуждает людей снимать все на коротке, очень быстро. И поэтому здесь либо нужно привлекать актеров и людей с подготовкой, или дублеров, очень хороших. Ну, либо, наверное, как-то пользоваться, если есть возможность к спецэффектам, не знаю. Я попал на телевидение, как раз так, как был еще музыкантом, то я умел подбирать музыку к различным заставкам, музыкальным передачам, и не только музыкальным, да. То есть вот таким. А потом начал пробовать свои силы журналистики, поступил в школу журналистики, начал изучать искусство ведения интервью. Моим учителем был Андрей Максимов, то есть по интервью я очень, его благодарен, очень удивительно, интересный человек, который ведет ночной полет. Или дежурный по стороне вместе со Жванецким, да, это отличный человек, очень жесткий преподаватель, хотя, кажется, очень мягкий. Вот. Начал пробовать свои силы, и вроде получилось, и пошло, 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 поехал. Вы знаете, я воспитывался, меня дедушка воспитывал на джазе, на свинге, да. В музыкальном училище я изучал и классическую музыку в том числе. Мне нравятся разные жанры, мне очень нравится современный музык, мне очень нравится этномузыка. То есть, да, такие вещи, как, ну вот еще, начиная с энигмы, там, заканчивая какими-то там коронежными, такие вот интересные вещи, которые заставляют человека погружаться в совершенно другое пространство. Музыка, скорее всего, не жанровая мне нравится, а больше та, которая действительно на меня действует. Вот если она на меня действует и вызывает какие-то эмоции, она мне нравится. А если нет, если вижу пустоту, например, любого певца, да, например, вот в Украине есть такая певица Аня Лорук. Она поет удивительно интересные, красивые песни, и у нее есть очень хорошие песни, где она действительно чувствует то, что она поет. В России есть там Григорий Лепс, да, тоже энергетика сумасшедшая просто у человека, который просто повергает в шок. А если есть пустые люди, которые поют, не чувствуют, то это сразу видно. Джаз – это музыка тоже элитарная, то есть она не может иметь массового зрителя уже сейчас. Когда-то это была поп-музыка, точно так же, как классика, когда-то Моцарт. Что такое Моцарт? Это поп-музыка того времени, фактически. То есть все уходит, все проходит, и кто-то остается в этом, кто-то получает от этого удовольствия. Знаете, есть очень интересное высказывание, что классической музыкой нельзя получить удовольствие от классической музыки, ей можно только наслаждаться. А наслаждаться можно только, когда ты в ней разбираешься. То есть люди делятся на две категории. Те, которые засыпают под классическую музыку и, будем так говорить, не любят ее, и те, которые ей наслаждаются. То есть среднего нет. Почему? Потому что удовольствие – это удовлетворение каких-то сиюминутных потребностей. Ну, допустим, представьте себе, сравним это с едой. Если вы голодны, вы съедите любое блюдо. Это удовольствие, вы получите удовольствие от еды. Но если вы даже не голодны, но вам принесут ваше любимое блюдо, которое просто вы можете наслаждаться и смаковать, вы будете получать наслаждение. То же самое с напитками. Может быть, это не очень такое красивое сравнение, но если вот подумать и ответьте от того, что он такое говорит, ну, это так. Это так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok